Уровень газоочистки – 99%. Достигнуть таких показателей на мусоросжигательном заводе позволят новые очистные фильтры. Их установку специалисты завершили, как и планировали, до конца этого года. Теперь уровень вредных веществ от сожженного мусора в воздухе сведен к минимуму. Это позволит жителям ближайшего района дышать более свежим чистым воздухом. Хотя при старых фильтрах превышение предельно допустимых выбросов также не допускалось. В настоящий момент мы проводим рабочий запуск рукавного фильтра, которого установили. Современное оборудование изготовила компания из Санкт-Петербурга, которая работает на российском рынке в области охраны окружающей среды уже 25 лет. Предприятие специализируется на изготовлении оборудования для разных отраслей промышленности, которая снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Новые рукавные фильтры у компании «Спецзавод номер один» закупал совместно с администрацией Владивостока. Поставлен, грубо говоря, под ключ. То есть это компрессорная станция, которая сама производит сжатый воздух. Непосредственно корпус с рукавами из специального материала, тефлона, у которого температура горения повышена. Так как речь идет о мусоросжигательном заводе, то есть была выбрана специальная ткань. И система регенерации, то есть будут очищаться вот эти тефлоновые рукава с сжатым воздухом. Так, остаток запыленности воздуха составит всего 10 миллиграммов на кубический метр. По словам специалистов, это очень хороший показатель. Установка фильтров – очередной этап модернизации в рамках года экологии. Предыдущее обновление оборудования на «Спецзаводе номер один» было в 2002 году. Тогда здесь установили современные эффективные фильтры типа батарейной циклоны. После этого уровень выбросов загрязняющих примесей в атмосферу радикально снизился. На заводе регулярно проводят лабораторные исследования. По результатам замеров, качество воздуха соответствует гигиеническим нормам. Запуск новых фильтров на «Спецзаводе номер один» совпал с визитом японской делегации, которая уже посещала предприятие в сентябре в рамках третьего Восточного экономического форума. На этот раз гостям из Японии удалось более подробно ознакомиться с работой завода, которую они уже успели оценить достаточно высоко. Сегодня в России большее значение уделяется экологическим вопросам, в том числе и тому, что связано с обработкой отходящих газов, которые возникают после сжигания мусора. И сегодня мы приехали с представителями двух компаний, которые помогут осуществить работу по обработке отходящих газов. Меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между российским и японскими предприятиями в рамках ВЭФ в сентябре этого года подписали генеральный директор акционерной компании «Санкоми» в Ахарумите и директор спецзавода «Номер один» Евгений Ширяев. Главная цель меморандума – обмен информацией и содействие в реализации проекта по введению в эксплуатацию оборудования по газоочистке на спецзаводе «Номер один», а также открытие малогабаритного мусоросжигательного завода на территории полигона по захоронению отходов. Анна Бережная, Новости на Восьмом.